В начале 20 века в иудаизме произошел, в христианстве тоже произошел обвал, тотальный обвал. До этого люди были вроде религиозными, ходили на молитвы, приходили в синагогу и соблюдали субботу, и кашилт, и вдруг просто в массе, в массе стали из этого вываливаться, и переставали, все бросали и уходили. И вопрос, почему это произошло? В этом вопросе большинство раввинов в начале 20 века придерживалось стандартной точки зрения. Стандартная точка зрения была такая. Люди похужели, люди теперь не понимают, у них соблазны, соблазны их соблазнили, и они поэтому ушли, а поэтому хватать за штирку и тащить обратно. Теперь. И этот подход абсолютно безнадежен. Не получается хватать за штирку и тащить обратно. А если получается, то самых слабых. Теперь. В этой ситуации, вот Равку, которую я много цитирую, и по линии которого я в основном как бы иду по его системе, которая является создателем вот этой модернистской концепции в эрадоксальном молдаизме, он выдвинул совсем другую концепцию. Он сказал так. Духовные потребности людей возросли. Потому что университет научил их по-новому глядеть на мир, концепция Дарвина научила их взгляду на эволюцию, космология заставила их выйти из их мира маленького в мир большой, они стали все читать, они стали получать образование, динамика социальных процессов показала, что они могут изменить мир, и поэтому они пришли к своим прежним духовным лигиям, к раввинам, с новыми вопросами, гораздо более серьезными. А те им отвечали по привычке, как было положено раньше. И поэтому они все это выкинули и покинули. То есть отход от религии в начале 20 века связан, с точки зрения Рава Кука, с повышением духовных потребностей. И поэтому невозможно загнать обратно. Невозможно взять за штирку и затащить ту религиозную схему, которая была раньше. Это вызов для самой религии. Религия обязана перестроиться, найти ответы на новом уровне, и тогда люди к ней вернутся. Когда она будет отвечать, не на старом уровне, не будет цитировать то, что было раньше. То есть то, что было раньше, никуда не денется. Оно было фундаментом, оно останется фундаментом. Но надо строить следующий этаж. Без этого никто никуда не вернется. И поэтому он сделал принципиальную установку, согласно которой развитие религии является божественным процессом. Или точнее, процессом совмещения Бога и человека, процессом диалога Бога и человека. Это отдельный вопрос, как это происходит, какая динамика этого, какая механика этого. Это все отдельная заработная концепция. То есть он, в общем, создал вот тот самый основы, на которых потом встал религиозный сионизм и дакциальная модернизация. И вот эта принципиальная позиция, что люди уходят не потому, что они похужели, а потому, что их потребности возросли, и поэтому не получится загнать их обратно. Ты загонишь некоторое количество слабых, которые растеряны. Сильные придут только туда, где есть настоящий потенциал, освещающий их новым запросом. И поэтому отход, ну, да, что я, евреи, отход евреев от иудаизма является важнейшим элементом продвижения иудаизма. Он написал такую вещь, это печально локально и замечательно глобально. То есть локально нам очень огорчительно, что конкретные люди перестали соблюдать заповеди, которые положено соблюдать. Глобально мы понимаем, что без этого невозможно пройти. Продолжение следует...